Фразой «дружба народов» можно описать образ жизни мечей. На территории области живут представители 120 разных национальностей. Регион часто называют воротами в Азию. Теперь они распахнули, чтобы встретить гостей. Участников второго форума молодых лидеров Россия – Центрально-Азиатский регион. 200 юношей и девушек из России – Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана – приехали в наш город, чтобы обменяться традициями и завести новые знакомства. Гостей принимают на двух площадках – в Конгресс-холле и Техническом университете. Пожалуй, самая важная цель саммита – сплотить соседские страны. Сегодня их представители – участники форума, а завтра могут стать партнерами в бизнесе или других сферах. Они как раз создадут условия для такого единения наших государств, сохранения добрососедских отношений, партнерских отношений и дальнейшего развития наших государств в экономическом пространстве. Посмотрите, сегодня однополярный мир испытывает кризис. Колоссальный кризис. Да, центр однополярного мира был в Америке. Сегодня мир становится многополярным. И этим ребятам придется как раз строить этот новый мир, выстраивать это отношение, новые отношения между государствами. Молодые лидеры уже успели познакомиться с Омском и узнать лучше друг друга. В ближайшие дни им предстоит серьезно поработать. Программа насыщенная. Нужно успеть обсудить особенности современной медиаиндустрии, а также традиционный дизайн национальных костюмов. Показать свои кулинарные традиции и вспомнить моменты из общей для них истории. И это далеко не все. Участники ждут обмен опытом и знаниями и точно знают, почему, а главное, зачем приехали сюда. От форума ожидаем много продуктивных проектов, каких-то полезных знакомств, которые мне впоследствии пригодятся. Ярких впечатлений, путешествий и незабываемых эмоций. Налаживание молодежного сотрудничества, развитие совместных проектов во всевозможных сферах. Культурные, прежде всего. Объяснение культурно-исторических сходств и общности. Возможно, какие-то очень дельные проекты действительно впоследствии родятся из такого взаимодействия, из нашего знакомства. Ожидания очень хорошие. Самое главное, мне очень нравится дружба народов, так как это дает возможность на разным национальностях подружиться, пообщаться, коллабироваться. У кого-то есть бизнес, можно по сотрудничеству и так далее. Также в программе форума нашлось место для выступления студенческих команд КВН на фестивале в Центре Азии. Шанс покорить друг друга юмором выпал сборным из Хакасии, Кемерово, Барнаула, Новосибирска и Омска, а также Таджикистана и Казахстана. Подведение всех итогов события в планах проводить в среду. Участники форума представят экспертам из разных стран свои проекты, созданные за дни проведения форума. И на этом международное сотрудничество не заканчивается, а только продолжает крепнуть.